Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете прочесть их. Сегодня в цикле книги о Толстом мы поговорим о работе Александра Борисовича Гальденвейзера вблизи Толстого. Вот это первое издание в двух томах 1922 год. Это первый том, который долгие годы не переиздавался. Это тоже первое издание. В 1959 году Александр Борисович решил переиздать первый том своей книги. Вот это издание вблизи Толстого. Это отрыв из дневника Гальденвейзера, который на протяжении многих лет общался с великим русским писателем. Александр Борисович Гальденвейзер – пианист, композитор, педагог, профессор, одно время ректор Московской консерватории. Родился в 1875 году. С Львом Толстым он познакомился в 1896. В дом Толстого в Хамовниках его привела певица Климентова-Гуромцева, которую он аккомпанировал. Надо сказать, что многие известные пианисты бывали в гостях у Толстого. Но Гальденвейзер не просто давал концерты для Ивана Николаевича и членов его семьи. Он очень много общался с Толстым. Его интересовало толстовское мировоззрение. Он был последователем Толстого. Он был одним из представителей Толстовского движения. То есть связывала их, в том числе, и духовная близость. Благодаря этому он стал частым гостем и в Хамовниках, и в Ясной Поляре. Эти записи охватывают 14 лет. Причем первый том посвящен периоду с 1896 по 1909 год. Второй том посвящен 1910 году, последнему году жизни великого писателя. Может возникнуть вопрос, почему Гальденвейзер в 1959 году решил не переиздавать второй том. Дело в том, что первое издание встретило критические замечания со стороны некоторых близких, родственников Толстого. Многим показалось, что Гальденвейзер поступил неправильно, описав ту непростую обстановку, которая сложилась в Ясной Поляре летом 1910 года. Но поскольку многие были недовольны вторым томом, Гальденвейзер решил его не переиздавать. Современные издания охватывают сразу два тома. Есть такие издания, доступна также эта книга и в интернете. Вообще надо сказать, что наследие Гальденвейзера огромное. И в последние годы постоянно издаются его дневники и воспоминания. Вот тетради дневников Гальденвейзера. Это то, что не вошло в книгу вблизи Толстого. То, что не всегда связано с Альвом Николаевичем Толстым. Хочу также показать книгу воспоминаний Александра Борисовича Гальденвейзера. Вот любопытна также такая книга. Здесь приведены многие письма Александра Борисовича, а также письма к нему. Гальденвейзер часто играл для Толстого. И уже после смерти великого писателя он признался сознанием, что я мог доставлять Льву Николаевичу своей игрой хоть немного радости. Осталось во мне как величайшее счастье. Был такой эпизод в 1935 году, когда отмечалась печальная дата, четверть века со дня смерти Толстого. Гальденвейзер приехал в Ясную Поляну, сел за рояль и заплакал. Он понял, что рядом уже нет того человека, ради которого он приезжал сюда и давал концерты. Гальденвейзер часто сопровождал Толстого в поездках. Он был в Гаспуре, когда Лев Николаевич находился в Крыму в 1901-1902 годах. Он часто совершал с Толстым верховые, пешие прогулки. Он был постоянно партнером писателя по шахматам. Они сыграли свыше 600 партий в шахматах. Гальденвейзер много общался с Толстым. И в его книге «Вблизи Толстого» мы встречаем и философские размышления писателя. Мы встречаем диалоги Толстого и его посетителей. Мы встречаем мысли, которые касаются литературы и искусства. Конечно, Гальденвейзер, как одаренный пианист, композитор, деятель культуры, прислушивался к Толстому. Для него были важны толстовские оценки тех или иных произведений, оценки исполнительского искусства. Не совсем Гальденвейзер был согласен. Так, например, у них часто возникали споры по поводу позднего Бетховена. Гальденвейзер играл в частности 27-ю сонату Бетховена, которая вызывала неоднозначную реакцию Толстого. И надо сказать, что очень часто Александру Борисовичу удавалось переубедить Льва Толстого. И Толстой соглашался с тем, что и в творчестве позднего Бетховена также немало замечательных страниц. Гальденвейзер оставил воспоминания о Толстом в быту, о том, как одевался, питался Льв Николаевич, как он разговаривал, произносил те или иные слова. Благодаря этим воспоминаниям мы можем окунуться в ту эпоху и побывать там в начале XX века рядом с Львом Толстым. В последние годы жизни Льва Николаевича среди его родных и близких возникли две партии. Одну представляла Софья Андреевна и некоторые сыновья, другой Александра Львовна, Чертков и Толстовцы. Вот Гальденвейзер принадлежал ко второй партии. Он постоянно общался с Владимиром Григорьевичем Чертковым, который ему доверял. Именно Гальденвейзер был свидетелем при подписании в июле 1910 года Толстым завещания об отчуждении авторских прав. Гальденвейзер был одним из трех свидетелей, и его подпись стояла на этом документе. Гальденвейзера все любили в семье писателя. Даже Софья Андреевна, которая прекрасно понимала, что Александр Борисович разделяет взгляды Льва Толстого, которая понимала, что он принадлежит к другой партии, к другой группировке, тем не менее, всегда принимала его как хозяйка дома в Ясной Поляне. «Никто так не играет Шопена, как вы», говорила Гальденвейзеру Софья Андреевна. Она очень высоко ценила исполнительское искусство этого пианиста. Думается, что книга «Вблизи Толстого» – это одно из лучших изданий, которые посвящены последним годам жизни великого писателя. Также в книге «Вблизи Толстого» получили отражение воспоминания Гальденвейзера о беседах и встречах со многими современниками великого писателя. Это очень интересное чтение. Рекомендую всем ознакомиться с книгой «Вблизи Толстого». Спасибо за внимание. Читайте книги о Толстом.